В предыдущем уроке мы уже удаляли объекты, так что у меня вот опять же такой чистый экран, созданный новый файл Blender с чистым экраном. Я удалил куб, камеру и свет. Сразу выставил здесь CyclesRender, потому что при создании нового файла он по умолчанию не стоит. Давайте создадим Circle, то есть круг. Так, Shift-S, курсор, ToCenter, T. Вот Circle. Давайте повернем его. Повернем по оси на 90 градусов по оси X. Теперь у нас появился круг, но он не виден при рендере. Нам нужно сделать вот эту линию потолще. Переходим в режим редактирования. Жмем E, английское, S. И выбираем вот такой толщины, чтобы была у нас. Выходим из режима редактирования. Помните, мы жмем сочетание клавиш Ctrl-A, так как мы поворачивали наш предмет. Мы его в принципе не скалировали и не перемещали. Но давайте поставим на всякий случай эти галочки. Так, скрываем эти панели. Давайте зададим материал. Я уже создал тут один материал. Вот, Explosion Circle Material. Опять же выбран Emission и выбран цвет. У меня опять такой чуть-чуть голубоватый он. Переходим. Вот такой вот получился цвет. Теперь нам нужно перейти в Object Data, чтобы сделать анимацию этому кругу. Задаем первый ключ, то есть базовый. Снимаем галочку и задаем еще три ключа. Переходим в первый. Tab. У нас центр самого круга находится в центре координат. То есть нам не обязательно здесь выбирать 3D-курсор. Смотрите, что произойдет, если мы сейчас будем скалировать. То есть оно будет скалироваться к 3D-курсору. Если мы выберем Individual Origins, это вот эта вот точка, то оно будет скалироваться внутрь. Но мы будем привыкать, так как мы часто будем 3D-курсор использовать при своей работе, ну как показывает практика, то лучше выбрать все-таки 3D-курсор, ну такую привычку чуть-чуть выработать, и поставить его в центр. Курсор to center. Точнее, ну не всегда его мы будем использовать, и не всегда в работе его надо использовать, но порой приходится. Поэтому давайте, чтобы в дальнейшем у вас не возникало вопросов, как сделать вращение вокруг какой-то точки, вот мы будем привыкать, что эту точку можно выбрать, вот в качестве этой точки можно выбрать 3D-курсор. Итак, делаем первый ключ формы. S и 0. Enter. Выходим. Первый ключ создан. Теперь нам нужно создать еще одну, один ключ, это сужение вот этой линии. Переходим на ключ 3. Tab. И смотрите, что мы будем делать. Берем вот эту внутреннюю линию, то есть мы нажимаем, зажимаем Alt и жмем по линии. Выделяется полностью весь круг внутренний. Теперь жмем S и увеличиваем в размерах внутреннюю линию. Увеличиваем так, чтобы она почти слилась с линией внешней. Ну вот как-то так. Так, посмотрим, как это выглядит. Tab. Этап. Render. А, она так не показывает, с упрощением. Так, Tab. Открываем панель боковую. И нам теперь понадобится Commotion Tools, то есть инструмент Commotion. Опять следим, чтобы бегунок на таймлайне был в первом кадре. И жмем Auto Keyframes. И смотрите, у нас сузилось все. Посмотрим сейчас, как это выглядит в анимации. Оп. Так. Но это не совсем тот результат, который нам необходим. Нам еще придется сделать одно действие. Давайте покажу, какое. Нам нужно открыть сейчас еще одно окно. И мы поработаем с новым элементом, таким как кривые. Открываем Graph Editor. То есть вот мы выбрали Graph Editor. Выбираем ключ. И выбираем вот этот вот Evolution Time. То есть зависимость от времени. То есть оно показывает, вот этот вот бегунок, оно показывает как кривую. То есть как изменяется вот этот вот бегунок в виде кривой. Вот как он у нас выглядит. Что нам необходимо сделать сейчас будет? Нам необходимо продублировать будет вот этот первый кадр. Знаете, как это сделать? Мы выделяем его правой клавишей мыши. И жмем Shift D. И тянем. Можем нажать еще клавишу X, чтобы он вверх-вниз не ходил. Только по одной прямой. И вот что у нас получилось. Давайте приблизим чуток. Нам нужен промежуток в один кадр. То есть видите, 21 кадр. Тут 22. Мы слишком далеко его перенесли. Нам нужно переместить его в 21 кадр. Давайте нажмем G. И по X. Если мы сюда поставим, то у нас станет прямая. Нам это не выгодно. Нам нужно, чтобы все-таки он остался здесь. Но что мы можем сделать? Мы можем поменять тип узла вот этого. Вот этот квадратик, который мы выделяем, это узел. За счет изменения типа узла мы можем изменить то состояние, как будет отображаться эта кривая. Тот вид, как будет отображаться эта кривая. Жмем, выделяем узел. Ну давайте выделим вначале этот. Выделяем этот узел. И жмем V. Здесь выбираем вектор. Вектор это направленный тип узла. То есть видите, он прямые такие. Берем вот этот бегунок и тянем его вот сюда. И то же самое делаем с этим. Вот у нас появился такой некий пик. Давайте посмотрим, как это теперь выглядит в анимации. Видите, слишком вот здесь. Давайте в ускоренном виде посмотрим, как это будет выглядеть. Альта. Ну, в принципе, мне нравится. Но я думаю, что все-таки мы вот этот сместим еще на один кадр. Сместили. Давайте посмотрим, как теперь выглядит. Не совсем красиво. Поэтому мы все-таки его смещаем на кадр назад. Так, сместили. И здесь мы, наверное, все-таки вот эту длинную прямую чуть-чуть вот так вот подправим. Вы смотрите, как вам нравится. То есть мне вот, я делаю чисто визуально, как нравится мне. Вы можете, когда будете воссоздавать этот эффект, его переделать под себя. Я максимально подробно это вам показываю, как это сделать. И вы делайте, на что вы гораздо. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот. Меня устраивает такой эффект. Смотрите, как красиво. Вот, вот, вот. То, что я хотел добиться. Раз. Давайте теперь остановим. Этот экран скрываем. И посмотрим. Есть. То, что надо. Вот, меня абсолютно устраивает. Вот такой вот кольцевой взрыв, что ли, стилизованный. Все, в принципе, на этом урок мы можем заканчивать. Единственное, что у нас объект, в принципе, один. Нам не обязательно создавать группу, чтобы его линковать. Этот объект можно как одиночный объект прилинковать. Но, на всякий случай, давайте сделаем, чтобы тоже вырабатывалась некая привычка. Так, группа у нас создана. Мы можем дать имя объекту, кстати. Самому объекту. Вот, у нас называется Circle. Мы его назовем просто Explosion. Тоже. Ну, давайте Explosion все-таки Circle. Потому что он будет отличаться от того. Естественно, не забываем сохранять. Как сохраняем? Жмем Ctrl-S. Либо идем в файл. Save S. И сохраняем. Ну, давайте Save S. Сохранять мы его будем... Explosion-Line. Создаем новую папку. 0, 1. Explosion-Circle. Ну, естественно, давайте дадим такое же имя. Самому файлу. Все. На этом этот урок я заканчиваю. Встретимся в следующем уроке. Продолжение следует. Продолжение следует... .